Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нужен ваш совет. Дочке 2 года 8 месяцев. 3 месяца она ходила в сад в группу на 3 часа. Адаптация была норм, не плакала. Но сначала ни с кем не играла и была рядом с воспитательницей. Потом она себе нашла подружку и они вместе были. С 1 июня взяли и перевели в другую группу. Подружка осталась в прежней группе, дочку в другую. Воспитатели везде хорошие, по-доброму относятся, умеют успокоить. И через 2 недели в этой новой группе начались сильные слезы. Ее успокаивали и она уже на весь день ходит. Но ее успокаивали и она уже на весь день ходит. С детьми она не играет. Находится рядом с воспитателем и няней других детей. Детей к ним не подпускают. Если няня уходит, дочка начинает ее искать. На прогулку без няни не ходят. Когда просыпаются, просит, чтобы воспитатель был с ней рядом. Я думаю, чтобы ребенка снова перевести к ту прежнюю группу. Воспитатели к группе, в которой сейчас, меня отговаривают. Я не знаю, как поступить. Я не понимаю, почему она только со взрослыми рядом находится. Посоветуйте, как быть. Я думаю, что проблематика здесь касается отношений дочери с вами. То есть, проблематика касается того, как непосредственно вы общаетесь с ребенком. То есть, ну такая вот тяга девочки, как взрослым людям, связана с потребностью ее во внимании. На мой взгляд, она хочет вот внимания к себе со стороны взрослых. Вот. Почему такая потребность у нее появляется? Как эта потребность становится, становится возможной? Вот это очень хороший, как мне кажется, вопрос. То есть, это вопрос вашего к ней отношения. Это вопрос того, как вы относитесь, ну вот, к своей дочери. Это вопрос того, как она воспринимает то, что вы, ну, в детский сад ее отправляете. То есть, ну, на мой взгляд, по крайней мере, так это выглядит. И, как мне видится, ваша дочь реагирует на в целом. А, ну, в детский сад, в детский сад, в детский сад, да. Ну, вот, какой-то такой, ну, с тревогой. Она реагирует на то, что она в детском саду, значит, слезами, да, вот, ну, то есть, на желание с кем-либо общаться и так далее. Поэтому, в первую очередь, я бы, конечно, обратил бы внимание на то, как вы взаимодействуете с дочерью. Вот, адекватно ли она воспринимает то, что вы ее, в этом смысле, значит, отправляете в детский сад. Потому что, ну, вот, очень часто необходимость в детском саду, вообще необходимость в детском саду является, ну, довольно, является довольно сомнительным. То есть, крайне сомнительно то, что ребенку, ну, на самом деле, как-то, вот, детский сад, скажем так, необходим. Вот, поэтому вам нужно, на мой взгляд, себе, самой, в первую очередь, ответить, ответить, ответить на вопрос, «Зачем моя дочь ходит в сад? Для чего?» Естественно, не в том, не в том смысле, чтобы она обязательно переставала в детский сад ходить. Нет, совсем не для этого. А просто, чтобы для себя как-то, вот, понять. Зачем? Для чего? Что я хочу? Вот. То есть, одно дело, если, если я хочу, там, ну, например, допустим, ну, социализировать как-то своего ребенка, да? Это одно дело, один момент. Другое дело, если, там, ну, например, ситуация как-то вот складывается так, что времени нет на ребенку, что как-то вот, ну, какой-то, может быть, свободы не хватает, да, и вы чувствуете себя как-то вот, может быть, ну, привязанной, например, к ребенку, да? То есть, вот такие моменты, они очень важны. Дело в том, что, дело в том, что дети достаточно хорошо чувствуют. Достаточно хорошо чувствуют то, как к ним относятся. Вот. И ваша дочь, похоже, что чувствует, ну, какое-то вот отвержение, что ли, какую-то вот, ну, брошенность, покинутость, может быть. Вот. И это, конечно, крайне нежелательно. Крайне нежелательно, чтобы ребенок такое чувствовал. Вот. Поэтому это вопрос про то, как вы объясняете себе и про то, как вы объясняете своей дочери, то и для чего она ходит в детский сад. Вот. Да. То есть, вот этот момент, он такой вот, ну, достаточно серьезный. Этот момент достаточно важный, и на него имеет смысл обратить внимание. Вот. Потому что, как мне кажется, например, что перевод ребенка в ту группу, где у нее есть, подружка, да, проблему глобально не решит. То есть, да, можно ее перевести, ну, в другую группу, вот, можно перевести ее туда, где была подружка. То есть, я не думаю, что это трагедия, и я не очень понимаю, почему, ну, почему воспитатели, да, вот, как-то, ну, обговаривают, как вы говорите, вас от этого. Вот. То есть, вообще, по-хорошему, это только вам решать, и, ну, никому больше, то есть, это решается только вы. Только ваше решение, может быть, а, здесь, ну, 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 воспринято, принято и так далее. Это ни в коем случае не решение воспитателей, которые, ну, к счастью, к сожалению, могут вполне нормально преследовать свои какие-то цели, да, и, в общем-то, это адекватная история, ну, потому что у всех есть свои цели. Вот. И воспитателям, наверное, невыгодно, чтобы, ну, чтобы ребенок переходил, потому что это, скорее всего, как-то вот, ну, окажет, может быть, какое-то влияние, там, на их успеваемость, да, на их продуктивность. То есть, они преследуют свои цели. Но, само собой, что действовать нужно в интересах ребенка. Ребенка, и если, если мы говорим о детском саде как о возможности, как о способе социализации, вот, то в этом смысле здесь происходит как мне кажется, ну, такая вот, тотальный, что ли, тотальный уход от этой цели. То есть, ну, как бы, вот, в данном случае, вот, про эту цель вообще речи абсолютно не идет. То есть, мы сейчас уже не говорим о социализации. Хотя она, по-прежнему, по-прежнему очень важна. Вот. Но ключевой момент все же здесь именно в том, что у ребенка, по вашему, по вашему описанию, есть серьезные трудности с взаимодействием, вот, со взрослыми. И это, эти трудности взаимодействия со взрослыми связаны, в первую очередь, с отношением с вами. Вот. Нравится вам это или нет? Да, то есть, вот, ну, приятно вам это или нет? К сожалению. То есть, вот, в данном случае я могу говорить только с точки зрения, как-то, вот, ну, интересов, что ли, именно ребенка, а не вас. Потому что вы, 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 вы свои интересы, а, как, как бы, ну, как мне кажется. Да, да, вы свои интересы защитить можете. Вот. Вы свои, ну, вы свои интересы продвигать можете, а вот, а вот ребенок этого сделать сам не может. Вот. И, соответственно, ну, ну, мы тут говорим именно о защите его, о защите ребенка. Вот. Поэтому, посмотрите, посмотрите, пожалуйста, на то, как вы взаимодействуете со своей дочерью, посмотрите на то, как она, ну, воспринимает то, что, то, что ее отправляют в детский сад, вот, то есть, вот, посмотрите, пожалуйста, на эти вещи, вот, именно в силу того, именно в силу того, что это очень важно, вот. То есть, если вы хотите, чтобы, ну, у ребенка было все нормально, то, наверное, в любом случае нужно прислушиваться к тому, чего хочет она. Вот, это, как мне кажется, вполне логично будет с точки зрения психологии. Вот. Дальше. Мы не даем советов. Вот. То есть, ну, мы, да, значит, психологи, мы не даем советов. Вот. Это очень важно, это очень важно понимать, вот, что психологи не дают советов. Мы можем помочь вам разобраться в себе, мы можем помочь вам как-то вот себя, себя поисследовать, да? Вот. А чтобы вы пришли к чему-то. Это мы сделать более чем можем. Но давать советы нет. Потому что здесь вы перекладываете ответственность на нас за принятие решений. что не является чем-то хорошим, что не является чем-то позитивным. Вот. Если вам, ну, как-то вот страшно, да, например, если вам, ну, если вам больно, если вам страшно, если вы боитесь совершить ошибку, вот, то вы, значит, ну, вот, то, что вы хотите сделать, это вы хотите, чтобы ошибку, условно говоря, совершили мы. Вот. Ну, на мой взгляд, это, конечно, не является чем-то позитивным. То есть вы и только вы можете знать себя и своего ребенка лучше всего. И, соответственно, вам нужно принимать решение. То есть решение принимать только вам. Вот. Больше никому в этой, ну, в этой вот, в этой ситуации. Вот. Так или иначе. Поэтому, на мой взгляд, ответ вам можно дать, ну, можно дать, ну, вот, с такой. То есть вот, ну, прямо с такой. Еще, а, еще, еще один важный, важный момент, на мой взгляд, на мой взгляд, заключается, заключается в том, как участвует отец. То есть, как участвует отец ребенка ребенка, если отец ребенка, как он, ну, участвует, взаимодействует, взаимодействует и так далее. Вот. Вот. Это тоже очень важная история, это тоже очень важный момент. Вот. Потому что, если отца нет, например, если отец отдален, вот, если отец, ну, не принимает, активного участия в жизни, ну, в жизни ребенка, вот, то это также может оказывать существенное влияние на то, как ведет. ведет себя, как, как позиционирует себя ваша дочь. Вот. То есть это вот, тоже такой аспект. Ну, вы, сами вы, сами вы, ре, ре, реагирую как-то. Реагирую как-то, реагируя как-то на поведение ребенка. В общем и целом, также определяете его, да, то есть, если вы, например, реагируете, допустим, чувством вины на то, как ребенок себя ведет, или если вы реагируете тревожностью, или вы реагируете злостью, то это тоже существенное влияние оказывает на то, как ребенок себя позиционирует. Понимаете, да, я надеюсь, о чем идет речь. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.